Сразу после вступления в должность, нынешнее незаконное правительство начало ряд так называемых преобразований, заявив, что все делается с целью улучшения жизни народа. А на самом деле, чтобы уйти от народного гнева, который проявлялся в форме массовых акций протеста, особенно в день инвестирования Кабмина под формальным руководством Филиппа. Об этом говорится в заявлении нашей партии, которая пресс-служба политформирования распространила 12 сентября. Но вскоре все мифы о пронародном правительстве начали рассеиваться. Первым лопнул миф о более доступных лекарствах. Еще весной люди поняли, что на самом деле лекарства подорожали. Вторым лопнул миф об улучшении жизни пенсионеров. После так называемой индексации от 1 апреля, многие пенсионеры стали получать пенсии намного ниже. Третьим лопнул миф об удешевлении нефтепродуктов. Начиная с весны этого года, цены на нефтепродукты росли постоянно, только за последние недели два раза. Сейчас власти готовят новый удар населению. Повышение тарифов на электроэнергию и теплоэнергию. Соответствующие запросы уже поступили в Национальное агентство по регулированию в энергетике, которое уже назначило слушание по этому вопросу на вторник, 13 сентября. Так, накануне нового отопительного сезона власти планируют повысить тарифы на электроэнергию на 12,3%, а на теплоэнергию на 27,4%, говорится в заявлении нашей партии. Все это, по мнению авторов документа, доказывает, что власти грубо обманывают народ, а все их действия по так называемому улучшению жизни граждан является попыткой избежать справедливого народного гнева. Субтитры создавал DimaTorzok